Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри сесла людей, находившихся там постоянно, И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, то утре затерянных в сумраке храм. В тот храм обступала, как замеший лес, от взглядов людей и от зора небес вершины скрывали, сумев распластаться, то утре Марии, пророчеству, встать. И только на теме случайным лучом свет падал младенца, но он ни о чем не ведал еще, и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось, и старец Промун, сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня. За те, что глаза мои видели это дитя, он твое продолжение, и свет и источник для идолов, чтящих племен, и слава Израиля в нем. Симеон умолкнул, и к всех тишина обступила, лишит этих слов, задевая стропила, кружилась какое-то время спустя над их головами, слегка шерестя под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было, была тишина не менее странной, чем речь, смущена, Мария молчала, слова-то какие, и старец сказал, повернувшись к Марии, В ближайшем сейчас на раменах твоих падение одни, возвышение других, предмет привеканий и повод к раздорам, и тем же оружием Марии, которым терзаем, а плоть его будет. Твоя душа будет ранена, рано сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человека, как некое око. Он кончил и двинулся к выходу, вслед Марии, сутулясь и тяжестью лет согбенная. Я, Анна, безмолвно глядели, он шел, уменьшая значение теле для двух этих женщин под сенью колонн. Почти подгоняемых взглядами он шагал по застывшему храму пустому, к белевшему смутно тверном проем. И поступь была стариковски тверда, лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного, но там не его окликали, а Бога пророчицы славить уже начала. И дверь приближалась, одежда и чела, уж ветер коснулся, и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать, и не в уличный гул он дверь отворивши руками шагнул, но в глухонемые владения смерти он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило зуму. И образ молодец сиянием вокруг пушистого тени, смертной тропою душа Симеона не слабрит собою, как некий светильник. Ту черную тьму, в которой, да то ли еще никому, дорогу себе озарять не случалось, светильник светил, и трава расширялась. Субтитры подогнал «Симон»